Благодарим господина Мирослава Йенчу за брифинг. Наша позиция хорошо известна. Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. По-прежнему рассчитываем, что нынешняя тенденция к обострению сменится поиском путей деэскалации на основе переговоров. В этой связи призываем проявлять сдержанность и предпринять практические шаги по возобновлению диалога. Что касается регулярного обсуждения ситуации вокруг Корейского полуострова в Совете безопасности, хотели бы вновь подчеркнуть необходимость учета всех факторов, которые на нее влияют. Только такой подход, при котором должное внимание уделяется и застарелым проблемам, и последним действием всех вовлеченных сторон позволит выстроить по-настоящему конструктивную дискуссию. В связи с этим вынуждены вновь обратить внимание на особую ответственность Вашингтона и его союзников, взявших курс на оказание санкционного и силового давления на Пхеньян в рамках концепции так называемого «расширенного сдерживания». Она уже привела к резкому росту военной активности в Северо-Восточной Азии, который, очевидно, лишь отдаляет политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова, то есть идет вразрез с декларируемыми членами Совета целями. Тем не менее, мы по-прежнему слышим все более и более воинственную риторику, а интенсивность военных маневров США и их союзников не снижается. Наоборот, 13 марта начались учения США и Южной Кореи Freedom Shield, а также целая серия полевых маневров, а на следующей неделе ожидается проведение первых за пять лет американо-южнокорейских учений Санген с привлечением сил военно-морских флотов и военно-воздушных сил. Особую тревогу вызывает то, что они официально подают, в качестве свидетельства воли Союза Южной Кореи и США добиться мира через силу. И это цитата. После таких заявлений понятно, какой путь выбрали эти страны и чего стоят озвучиваемые сейчас в СБ призывы к переговорам. Практические шаги говорят о противоположном. Господин председатель, мы еще раз хотели бы указать на безальтернативность многостороннего политико-дипломатического процесса, направленного на создание в Северо-Восточной Азии системы мира, которая учитывала бы законные озабоченности всех, и я подчеркну, всех государств региона, и была бы направлена на предоставление им надежных гарантий безопасности. В противном случае ситуация вокруг Корейского полуострова будет и дальше развиваться по замкнутому кругу. Вновь напомним, что в свое время Вашингтоном и его союзниками были по сути проигнорированы предпринятые Пхеньяном в 18-19 годах шаги, реализация которых могла бы привести к кардинальному улучшению обстановки в субрегионе. Последующие неоднократные призывы КНДР к США прекратить враждебную деятельность и отказаться от наращивания давления также остались без внимания. Ожидать же от Пхеньяна положительной реакции на наращивание давления, угрозы раскручивания санкционной спирали или ничем не подкрепленные обещания совершенно бесперспективно. Ситуацию на Корейском полуострове также нельзя рассматривать в отрыве от других процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Параллельно с активными усилиями по наращиванию военного потенциала союзных США стран Северо-Восточной Азии отмечаем навязчивое продвижение Вашингтоном своей односторонней доктрины безопасности ВТР, формирование новых блоков, таких как объединение США, Великобритании и Австралии, так называемый АУКУС, включающий передачу неядерному государству подводных лодок с ядерными силовыми установками. Все это оказывает дестабилизирующее влияние и приводит к появлению искусственных разделительных линий в этой части мира. Такие устремления вызывают очевидную озабоченность и не только у Пхеньяна, но и у других стран региона. Не способствуют этому, естественно, и попытки нарастить санкционное давление на КНДР. Мы уже многие годы указываем на необходимость прекращения этой тупиковой по форме и бесчеловечной по содержанию политики. Однако негативные суммарные последствия международных и односторонних ограничительных мер продолжают накапливаться, усугубляя положение северокорейского населения. Особо отметим, что односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов, но и противоречат нормам и правилам международной торговли, подрывают целостность согласованных по линии Совета безопасности ограничений. Попытки придать хоть какую-то легитимность таким рестрикциям через авторитет Совета безопасности или Комитет 17-18 по КНДР недопустимы. Хотели бы напомнить, резолюциями Совета безопасности ООН по КНДР о важности соблюдения которых мы сегодня услышали, предусмотрен также поиск политико-дипломатического решения. И эти положения остаются невыполненными. В очередной раз отмечаем, что Россия привержена выполнением резолюции Совета безопасности в полном объеме. И в этой связи вновь обращаем внимание на российско-китайский план действий по комплексному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, подразумевающий конкретные шаги, вовлеченные государством на тех или иных направлениях. На столе по-прежнему остается и российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции Совета безопасности, принятие которого может стать действительно конструктивным вкладом Совета в разрешение нынешней непростой ситуации на Корейском полуострове. Я благодарю за внимание. Мне тоже было интересно выслушать мнение представителя Соединенных Штатов Америки о том, что Вашингтон и его союзники, дескать, не вынашивают враждебных планов в отношении к НДР, а учения проводятся рутинно и никак не являются ответом на совершаемые к НДР пуски. А в ответ на что и по каким причинам они проводятся? Эта военная активность носит беспрецедентный характер. Напомню, что те же учения Санген не проводились уже пять лет, и поэтому никак их нельзя назвать рутинными. Но при этом риторикой своей Соединенные Штаты Америки и их союзники переворачивают все с ног на голову. В отношении к НДР враждебной политики нет. Раньше мы слышали о том, что НАТО – это только оборонительный союз. Ирак якобы обладал оружием массового уничтожения, и под этим предлогом страну превратили в горящую землю. Ведь в реальности получится ведь так, что и по отношению к НДР вынашиваются аналогичные планы, несмотря на то, что говорится сейчас в Совете Безопасности. При этом абсолютно игнорируется то, что КНДР выступает с призывом к политико-дипломатическому урегулированию. И это не может просто быть игра в одни ворота в Совете Безопасности, когда мы выслушиваем только одну точку зрения. Российско-китайские проекты резолюции и предложения, которые мы направляем в Совет Безопасности, именно направлены на политико-дипломатическое урегулирование. Дипломатический путь – это конструктивные шаги. Но при этом Вашингтоном они постоянно блокируются. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...